Гнотисе Аутон – «Познай самого себя». Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале XX века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацатурян на Первом медицинском канале. Сварник Ольга Евгеньевна. Кандидат психологических наук по специальности психофизиология, ведущий научный сотрудник лаборатории психофизиологии имени Швыркова Института психологии Российской академии наук, руководитель Большого биологического лектория Московского института психоанализа и ДКФ факультета наук о жизни этого института. Ольга Сварник окончила Южно-Орегонский университет в США в 1996 году в 2001-м аспирантуру Института психологии РАН. Изучает закономерности обучения и памяти у людей и других животных, преподает дисциплины о работе мозга и связи мозга с когнитивными процессами в нескольких вузах. Она автор более 100 научных публикаций, научной монографии «Активность мозга», «Дифференциация опыта и специализация нейрона» и научно-популярные книги «Мозг за минуту». Ольга Сварник, студия «Медицины в контексте». Здравствуйте, Ольга. Добрый день. Сегодняшний наш выпуск посвящен памяти как способности нашего мозга хранить, копить и воспроизводить информацию. И исследования этой способности или этой функции мозга, они идут непрерывно, как вы все знаете. Они идут непрерывно, но и непрерывно они обрастают новыми деталями, в частности, касающимися выяснения механизмов формирования памяти. И вот из последних новостей буквально днями было опубликовано исследование ученых Калифорнийского университета Лос-Анджелеса и Тель-Авивского университета. Оно опубликовано было в Nature Neuroscience. Впервые это исследование показало, что целенаправленная электростимуляция глубоких отделов мозга в определенный период сна улучшает консолидацию памяти. Но что в этом исследовании фундаментально важно, на мой взгляд, здесь на уровне отдельных нейронов доказано существование механизма, который во время глубокого сна обеспечивает взаимодействие между гиппокампом, центром памяти мозга, и теми участками коры головного мозга, которые связаны с высшими когнитивными функциями, с рассуждениями, с планированием, с такими вещами. И этот механизм, на него можно повлиять, как пишут ученые, то есть если он выявлен, как бы такая циркуляция информации между гиппокампом и этими отделами коры. Это все было выяснено всякими инструментальными, там электроды вставляли. На самом деле это были люди больные эпилепсией. Вот эти электродные исследования показали циркуляцию сигналов на уровне отдельных нейронов. То есть целью этого исследования не было выяснение механизмов памяти, там цели были другие. Но результаты полученные, они, безусловно, направлены на то, чтобы можно было улучшить память. Если это жизненно необходимо, добавлю я от себя. Я не считаю, что если человек забыл, что он там видел вчера, это такая уж большая проблема. Если это не жизненно важно, это мое личное мнение, частное. Так что сегодня у нас тоже речь пойдет об улучшении памяти, насколько я видела из презентации. Пожалуйста, вам слово. Ну, вы знаете, вот по поводу этого исследования, мне кажется, что здесь совершенно необходимо, так же, как и во многих других исследованиях, отделить то, что реально было сделано, и те интерпретации, которые были даны. Это, мне кажется, прям огромная проблема. И здесь прозвучало сейчас, что гиппокамп – это известный центр памяти. Ну, вот я категорически с этим соглашусь. Мне кажется, что сегодня… Да, безусловно. Но если набрать, например, там в каких-то поисковиках, где собираются академические публикации научные, набрать любую практически структуру и рядом написать слово «память», то можно будет обнаружить, что и это тоже оказалось очень важно. И сегодня, наверное, я бы сказала, что есть несколько очень ключевых изменений в нашем понимании того, как хранится вообще память. Наверное, один из таких самых характерных примеров – это мозжечок, про который все знают, что он как-то связан с координацией движений, ну, так в самом грубом смысле. Но в обзорных работах по мозжечку уже много-много лет можно прочитать, что он отвечает и за развитие зависимости, и за обучение, и за это, и за это, и за это. Мы находимся в ситуации, когда становится понятно, что мы не можем выделить центров в мозге, которые отвечают за разные наши психические или когнитивные функции. Мы сегодня, научившись, как мечтал Иван Петрович Павлов, заглядывать под черепную коробку, заглянули и увидели, что там совершенно другие вещи происходят, они с другими вещами связаны. Я попробую это все проиллюстрировать. Но прежде чем я перейду к иллюстрациям этой точки зрения, я хочу два слова сказать о том, что мы вообще понимаем в виду, что мы имеем в виду под памятью. Это ведь очень, скажем так, многозначное слово. Мы в течение десятилетий ищем, где живет память в мозге, а при этом не факт, что нам стоит искать именно это слово. Я сейчас попробую пояснить эту идею. Она многократно высказывалась и ранее, но здесь я, наверное, дам ссылку на Джорджа Бужаки, очень известный нейрофизиолог, один из самых, наверное, известных в мире, в нашей области. И он в своей книге «Ритмы мозга» пишет, что мы очень часто в нейронауках пытаемся найти в мозге какие-то процессы психические, так, как будто их существование уже доказано психологом. И вот если мы отойдем от этого слова «память», оно как бы человечество его придумало, удобно его использовать, но существует ли оно так, как мы привыкли его использовать в мозге? Это большой вопрос, на который, мне кажется, можно ответить отрицательно. И здесь привычным для нас образом можно, наверное, было бы разделить на несколько разных фаз, которые нас могут интересовать в смысле памяти. Мы способны приобретать память или чему-то научиться, мы как-то ее поддерживаем, и мы, в конце концов, время от времени можем ее воспроизводить с большим или меньшим успехом. И за всем этим лежат ведь не разные какие-то процессы. Вот я просто пытаюсь сейчас слово «память» превратить в три слова «памяти». Приобретение, хранение, воспроизведение. И для того, чтобы, ну, как-то отчетливо себе представить, что у нас нет специальных мест для этих трех вещей, нужно сказать, а из чего вообще состоит наш мозг. И вот там нет таких специальных устройств, как очень часто мы, например, там предполагали какое-то время назад, что нам кажется, мы положили на полочку, оно там полежало, если нужно, сняли как книжку. И вот наше знание теперь мы можем производить. Но у нас таких шкафов нет в нашей голове. А что есть в нашей голове? Вот если мы посмотрим на наш мозг, как раньше всегда делали, то интуитивно нам хочется каждую закорючку, которую мы здесь видим, загогуленку, приписать ей что-нибудь. Какую-нибудь функцию. Да, совершенно верно. Что у нас тут, например, есть такое? Ну вот такая отдельная штука. Ну давайте ее разрушим, как делал Иван Петрович Павлов, посмотрим, что из этого выйдет. Помнит там человек что-то или не помнит. Ну, правда, он делал, конечно, это на собак. И вот эта вот идея, что мы разрушаем и мы убрали центр, который с этим связан, мне кажется, сегодня уже по нескольким причинам перестал быть актуальным. И эти причины, конечно, базируются на том, что если раньше мы там про каждое из таких психических процессов пытались определить, где оно живет, или про каждое из этих локализаций каких-то пытались приписать какие-то функции, как вот было, например, много веков назад, да, здесь у нас ощущение, а память у нас вот где находится, поэтому мы должны как бы ее, наверное, искать ее механизмы именно в этом месте. То это на самом деле, вот эта идея, она многократно повторялась, включая там ту же френологию, которая, понятно, делала несколько лишних логических шагов, что еще и шишечкой образуется от упражнения какой-то функции, в частности, памяти. Или там карты Клейста, например. Но мы тоже здесь видим какие-то очень четкие границы каких-то функций, которые мы приписали мозгу. Но если на более-менее современный какой-то учебник посмотреть, то оказывается, что границы мы уже так четко проводить не можем. Мы как бы от них отказались. Мы понимаем, что любая какая-то структура, она состоит из совершенно разных каких-то клеток. И во времена Ивана Петровича Павлова нельзя было проделывать те эксперименты, которые мы делали, а сегодня любая структура видится нам гораздо более детально, что ли. Но это как вот если бы мы посмотрели издалека на лес и думаем, вот лес как-то там колышется. А мы ближе подходим к этому лесу и мы понимаем, что он не единый, он не гомогенный, он состоит из огромного числа разных деревьев, есть кусты, они, может быть, как-то по-другому колышутся. И вот в мозге сегодня мы понимаем, что это на самом деле не какой-то гомункулус или не множество гомункулусов, которые там сидят, один за память отвечает, один за это, один за это, один за это. А на самом деле за всем этим стоят у нас клетки, из которых состоит наш мозг, и так же, как, собственно, любое другое место в нашем теле. И эти клетки, они, как бы, сегодня принято говорить о двух типах этих клеток, это нейроны и глиальные клетки, но у меня складывается такое впечатление, что и нейроны начинают делиться на все большее число типов. Если раньше мы говорили эти возбуждающие, эти тормозные, сегодня понятно, что и возбуждающих множество типов, и тормозных множество типов. И пирамидальные. И пирамидальные, и кругленькие, и такие, и вставочные, и какие угодно. И глиальные клетки тоже все больше и больше. Мы дифференцируем их, мы понимаем, что они разные. А самое главное, что мы понимаем, что они вместе не работают. Вот если мы возьмем, например, какое-то такое вот видео, у которых множество в интернете, и заглянем внутрь мозга, то сегодня, вот это как мечтал Иван Петрович Павлов, то мы такого пятна возбуждения не увидим, а наоборот увидим отдельные, как бы вспыхивающие вот эти вот нейрончики. И видно, что рядом лежащие нейроны могут вести себя по-разному. То есть, окей, если мы пытаемся найти, что такое память, то первое, что мы понимаем, мы не можем найти такую структуру, которая за нее отвечает. Какую бы мы ни выбрали, оказывается, она неоднородна. Тот же гиппокамп, про который уже прозвучало, пресловутый гиппокамп, да, ведь он состоит из области С1, С2, С3, зубчатой фасции. Каждая из них состоит из некоторого количества слоев. И сегодня мы уже не можем опубликовать работу, где было бы написано, мы выяснили, что гиппокамп отвечает за такую-то память. Потому что нас немедленно спросят, а где вы были в гиппокампе? Один ваш старший коллега, не буду называть, когда другой наш общий знакомый не мог найти, где его лаборатория находится. Ты же, говорит, у меня был. Это у тебя, значит, плохой гиппокамп. Ну, это как бы намекает на плохую память. Безусловно. Топографическую, да. Да, значит, тогда первое, что мы должны здесь дополнить, это то, что гиппокамп отвечает не за всякую память. Гиппокамп. Был показано, что разрушение гиппокампа приводит к сложностям в ориентации на местность. Если мы возьмем мышей и бросим их в бассейн поплавать, например, а на стенках, как некоторые остряки, делают ограничение скорости 60 для мышей, то окажется, что животные не могут ориентироваться по вот этим внешним ключам и не могут найти скрытую платформу, где им можно спастись. Но если вы пометите платформу, например, поставите там елочку, то окажется, что они этот навык могут учить, и они его помнят. Ну, это я вас отвлекла, да, просто, ну, это то, что называется память места, да, такая? Да, и действительно, ведь гиппокамп был одной из первых структур, в которой обнаружились нейроны, которые связаны с разными местами в пространстве. Это Джон Акиф и на тот момент супруги Мозеры, которые получили Нобелевскую премию, в 2014 году, как сформулировал Нобелевский комитет, за открытие механизмов навигации в мозге, а не за память. Да, 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 да. Понятно, наверное, что для того, чтобы что-то вспомнить, нам нужна информация о том, где мы находились в этот момент. Это кажется вполне логичным, но я про это чуть позже тоже буду говорить. Извините, да, да. За последние несколько лет я вижу очень любопытные изменения, просто даже в графическом изображении того, как мы рисуем память. Если мы возьмем такую мышку, можно поместить ее в какую-то новую обстановку, там будет электрокожное раздражение. И вот Нобелевский лауреатсу Сума Танегава со своей группой в 90-х годах видел схему памяти приблизительно вот таким вот образом у этой мышки. Здесь, кстати, включены части гиппокампа. Это зубчатая фасция, область СА3, СА1. То есть, но есть и кора, и в том числе сенсорные какие-то части коры. Это вот 90-е. Действительно, все учебники, все статьи были наполнены ящичками со стрелочками. Причем, когда выяснилось, что как бы все перетекает не в одном направлении, то стало модным рисовать стрелочки в двух направлениях. Это призвано символизировать, что между ними какой-то обмен идет. Как правило, вот если вы здесь видите такие стрелочки в одну сторону, это известно, что отростки длинные из области, где лежат одни клетки, тянут свои отростки к другим клеткам. И здесь, в принципе, как раз показана как бы связанность между клетками этих разных структур. и где-то вот буквально в 20-летний период совершенно стало, изменилась мода, я бы так сказала. Исчезли квадратики, исчезли стрелочки, зато стали все рисовать маленькие кружочки, они же треугольнички, иногда овальчики, иногда овальчики с конусами, которые как бы символизируют связи. Но тем не менее, вот идея такая, что да, все вовлечено. Вот, пожалуйста, зубчатая фасция гиппокампа. Это у нас 6 слоев коры. Здесь у нас миндалина, которая, как известно, должна как-то быть связана с эмоциональными какими-то видами поведения. В данном случае мышке здесь, очевидно, не понравилось. Но здесь миндалина ведь тоже не как бы не единый массив. Она состоит из нескольких ядер, причем каждый из этих ядер еще состоит из подядер. Очень интересно, что как бы так общество, которое, собственно, основывает свои знания на средствах массовой информации, на научно-популярных каких-то вот таких источниках, практически никто не знает о том, что миндалина состоит из разных подструктур или гиппокампа. О них никто как бы никогда и не слышал. И вот здесь, значит, среди множества таких кружочков у нас встречаются те, которые покрашены ярко-красным цветом. Это означает, что они в этот момент активны. Ну, просто генерируют потенциал действия. То, что принято называть возбуждением, импульсом, как угодно. И получается, что это те, кто вместе работают. Вот они вместе сработали. И вот это механизм, с помощью которого мы запоминаем, они сработали вместе. Теперь, если мы посмотрим на хранения, то окажется, что они как бы не белые, видите, а такие розоватенькие или оранжеватенькие. Как бы активности меньше, но тем не менее активность поддерживается. Она отличается от беленьких. И отличается, да, от беленьких и от красненьких. И воспроизведение, это когда та же самая нейронная группа сработала вместе, но вы видите, что кто-то уже у нас уходит, сдала меньше активности. На самом деле, может и приходить, тут не совсем может быть точная картинка, но она очень хорошо отражает вот суть происходящего сегодня в нейронауках. Становится понятно, что вообще-то можно совсем по-другому смотреть на то, что происходит в мозге. Мы как бы даже, может быть, видим вот эти бегающие сигналы, как мы привыкли думать и видеть, что эти послали сюда, эти послали обратно. Это, на мой взгляд, такая же приблизительная иллюзия, которая возникает у нас от новогодней гирлянды. Но ведь там огонек никуда не бежит. Ну да. У нас просто определенная последовательность загорающихся этих лампочек. И здесь приблизительно то же самое. Получается, что это какой-то пространственно-временной паттерн активности, как принято сегодня говорить. И здесь ведь очень важно, что получается, да, это память, но очень конкретная память. Мышь, кроме того, ведь, наверное, хранит память относительно того, где ее кормят. Здесь можно попить. Попить. Здесь моя домашняя клетка, здесь безопасно. А вот этого человека я знаю. Он меня приходит все время и забирает на эксперименты, например. Это же все разные виды памяти. И они представляют из себя с точки зрения мозга разные нейронные группы. То есть мы не можем сегодня говорить вообще о памяти. Мы должны говорить о том, что есть конкретная память. Ведь мы на самом деле, если прислушаемся к тому, как мы используем эти слова в языке, то получится, что мы не можем просто помнить. Мы помним что-то. Мы не можем просто думать. Мы думаем что-то о чем-то. Мы точно так же не можем просто воспринимать. Мы воспринимаем что-то, а к чему-то мы совершенно не чувствительны. И мы точно так же воображаем что-то. А что-то мы не можем себя вообразить. И идея такая, что за всем этим стоят разные нейронные группы. Вот разные. Вот мы вот это можем делать и вот это помним. Это одна нейронная группа. А если я еще умею ездить верхом, то это какая-то другая нейронная группа. То есть нет просто памяти. Вот еще что мне кажется очень главным, очень важным в нашем сегодняшнем понимании. Память это так для удобства как бы нашего, для удобства коммуникации. Абсолютно точно. Обозначили нечто. Абсолютно точно. Нечто, да. И как справедливо говорит Бужаки, ну и вслед за многими, и за ним многие говорят, что ну зачем же мы будем искать это? Нам не надо иметь такое представление об этом, что просто память. А тогда и уходит из обихода и центр памяти. И вообще слово центр это очень любопытно, потому что я однажды набрела на какую-то статью, в которой стоял очень интересно про нейронные сети, которые были связаны с пищевым поведением и с ощущением голода. И там было написано, вот мы вот эти нейроны смотрели в таком-то месте, когда-то, когда-то называемое центром голода. Когда-то называемое. Вот вы понимаете, то есть слово центр сегодня в научных статьях только вот в таком контексте можно встретить. Просто потому что появились методы, появились методы, которые позволяют нам, сейчас я хочу показать вот такой вот, например, позволяют эти методы заглядывать под черепную коробку, как мечтал Иван Петрович Павлов. Это вот мышка, которая бежит в виртуальной реальности. При этом можно наблюдать за тем, как у нее загораются в мозге отдельные нейроны. Среди множества вот здесь вот плюшечек таких, вот эти красные. И мы можем сегодня сказать, что смотрите, да нет никакого места, где бы нейроны вели себя одинаково. Мы получили возможность увидеть отдельные деревья, кусты, понимаем, что это разные виды и понимаем, что каждый из них связан с чем-то своим. И вот здесь я не могу не вернуться к Ивану Петровичу Павлову, который, в общем-то, очень много сделал для нейронауки, безусловно, несмотря на то, что у него даже метода ИЭГ не было в профессионале. Но только разрушение. Но даже разрушение, посмотрите, показывают. Вот здесь зеленое, связанное со зрением, со слухом голубые, ну и так далее. И здесь видно места, где он разрушал, и что из этого вышло. И зеленые разбросаны, и голубые разбросаны, и все они разбросаны. Это было даже в экспериментах. И удивительно, это вот фотография из музея Ивана Петровича Павлова в Рязани, как потом на основании этого провели четкие границы, обозначив, что здесь мы видим, здесь мы слышим, здесь разговариваем, здесь разговариваем и так далее. Но получается, что мы и слышим, и разговариваем, и воображаем про какое-то отдельное содержание или предмет, это будет сходная нейронная группа. То есть у нас память, сегодня мы видим ее совершенно иначе в этом смысле. И если взять, опять же, одно из множества симуляций, которые появляются часто в интернете, то можно видеть, как вот здесь число меняется, чтобы было видно, что нет этого пятна возбуждения, которое переходит, а есть вот у нас отдельные какие-то нейронные группы. Я в любой момент останавливаю, могу сказать, смотрите, сейчас организм делал то-то, вспоминал, например, о том, как работает мозг. И при этом в этот момент вот моя разбросанная нейронная группа, которая, по-видимому, у меня отвечает за мою память относительно того, как я себе представляю работу мозга. Так что сегодня получается, что слово память наполнено таким очень существенным содержанием. И здесь, конечно, невозможно не упомянуть то, про что мы немножко уже сказали. Это про нейроны места. То есть, да, животные и человек помнят, где они находятся. Есть нейроны, которые специфически активируются в определенном месте пространства с высокой частотой. Это вот работа у Кифа 1973 года. А вот это самое первое его, где они показали, что крыса, когда смотрит в определенную сторону, у нее срабатывают определенные нейроны. То есть, как бы направление взора. Хотя интересно, что с трех других сторон висела занавеска. И вообще-то говоря, твердо сказать, что это просто направление взора мы не можем, потому что с этой стороны находятся, вероятнее всего, Джон Акиф и его аспирант Достровский. И как было показано многократно для разных животных, при экспериментах у них формируются нейронные группы, которые связаны с их экспериментатором. Они очень хорошо различают нас. И это тоже память. Они же нас помнят. Да, логично. Это все как бы... Мы же существуем. Мы же существуем. Да, они способны нас различать. Это вот про... Я как раз хотела рассказать, но мы немножко как бы вперед забежали. По поводу Нобелевской премии. Это на тот момент супруги Мозеры и Джона Акиф, к которому они в свое время приехали, чтобы стажироваться. И вот теперь самое главное. Дело в том, что еще в 73-м году Джон Акиф показал, что есть нейрон крокодильчика резинового. У него крыса, вот это точно так же, как то видео, которое я сняла со своей крысой. Он в одном из рукавов лабиринта положил небольшую такую игрушку. И вы видите, что по непонятной причине, ну, то есть, в принципе, можно, конечно, объяснить, крыска интересуется этой маленькой игрушечкой и пробует ее на зуб всячески. Вот то же самое видел Окиф и обнаружил, что есть нейрон, который активируется именно в этот момент. То есть, животное в этот момент, судя по всему, как-то формирует свою память. Я бы сказала так, оно видит, относительно этого небольшого крокодильчика. И, конечно, это породило прекрасные всякие наши представления о том, что тогда у нас, наверное, есть нейронные группы нашей бабушки. Опять же, получается, что когда я воображаю бабушку, разговариваю со своей бабушкой, вижу ее фотографии, кому-то о ней рассказывают, это все плюс-минус одна и та же нейронная группа. Это содержание. То есть, у нашей памяти есть содержание. Точно так же, как и у всех других психических процессов. Мне кажется, это очень важное сегодня дополнение, которое, ну, очень здорово поменяло наше мнение относительно работы. Представление. Да, представление. Совершенно верно. Ну, небезызвестная Дженнифер Анистан, куда же нам без нее. Классический пример. Классический пример. Здесь, на самом деле, показана, вот каждая такая маленькая синенькая штучка, это генерация потенциала действия. Шесть раз предъявляли фотографию номер 32. Здесь суммарный высокий столбик. Вот, значит, нейрон каждый раз активируется на фотографию и 32, и 29. Везде Дженнифер Анистан. Показывают испытуемому Джулию Робертс. Такой активности мы не видим. Молчит. Что самое, конечно, для всех интересно, это то, что при предъявлении Дженнифер Анистан вместе с Брэдом Питтом оказывается, что нейрон тоже молчит. породила массу интерпретации этого факта. Но если дочитать работы этой группы до конца, особенно посмотреть в дополнительные материалы, то окажется, что этот самый нейрон Дженнифер Анистан активировался при предъявлении изображения Лизы Кудроу. А это две актрисы, которые вместе играли в сериале «Друзья». И Брэд Питт не был частью этого сериала. Я успела, наверное, один или два раза сказать, что он не играл в этом сериале. Но меня, конечно, студенты сразу поправили. Они сказали, он снимался в одной серии. Но он не был частью сериала. И мы вынуждены признать, что это не нейрон Дженнифер Анистан, вероятнее всего. Это нейрон знания или памяти относительно сериала «Друзья». Потому что Брэд Питт не был частью. И вот это, это совершенно какая-то другая нейронная сеть, другая нейронная группа, которая может быть связана отдельно с Брэдом Питтом. При этом, если мы, опять же, посмотрим на некую такую суммарную картинку, которую дают эти авторы, это Исхака Фрида, нейрохирурга, ну, группа, исследователь, которая присоединилась к нему, то мы здесь увидим, что есть общие нейроны. Вот, например, если мы возьмем нейронную группу Люка Скайуокера, нейронная группа Йоды, то есть общий нейрон. Например, вот этот нейрон будет работать и в этом случае, и в этом случае. И вот через общие нейроны мы как бы и переходим от наших разных кусочков памяти к каким-то другим, способным как-то по ассоциациям что-то вспоминать и так далее. Но как таковая память, это, во-первых, память всегда о чем-то, а во-вторых, это о чем-то лежит в самых разных местах нашего мозга. И вот это, мне кажется, очень ключевая такая идея. И он участвовал в том исследовании, с которого я начала программу вот этой электростимуляции глубоких плавей. Он один из авторов этой работы. Да, он обычно во всех этих работах фигурирует, это действительно так. Он сам проводит операции и по поводу эпилепсии, пускает к себе очень по-доброму группы, которые уже что-то предъявляют испытуемым и смотрят за какими-то такими всякими нюансами, ну, в том числе того, как хранится память или знание или опыт. То есть это же тоже, если мы помним, как ездить на велосипеде, то это же тоже наша память. Ну да. Мы можем дать ей другое название, сказать, это моторная память, это не то, что помнить про Дженнифи Ренистон, но это тоже память выходит. Здесь есть очень любопытный аспект, про который я тоже отдельно хочу сказать. Дело в том, что раньше было представление, что нейроны, которые у нас находятся в голове, они все отвечают за все. Вот это было прямо совершенно очевидно. Надо только понять, как они разговаривают друг с другом. Ну, как азбука Морзе, коды мозга. Он ему тук-тук-тук, а тот в ответ ему тук-тук. Вот они как-то поговорили, наша задача понять, что они друг другу сказали. И когда появились возможности проводить и стимуляции, хотя эта история очень старая, это еще Вайлдер Пенфилд, тоже известный нейрохирург от середины прошлого века, он при стимуляции отдельных нейронов у своих пациентов обнаружил очень удивительные вещи. Например, один из них сказал, ой, вы знаете, я сейчас вспомнил прям вот такое воспоминание, я думал, что я это забыл, и вдруг это прямо ожило в моей голове и прочее, и прочее. Если нейроны все отвечают за все, то получается, при стимуляции мы не могли бы наблюдать таких эффектов. А получается, что такие эффекты есть и много. Ну, здесь один из самых простых, нейрон, который связан с опытом копания у этого животного, ну, или это может быть как бы врожденные, да, какие-то нейронные группы, и при стимуляции это животное будет копать столько, сколько мы будем стимулировать. И если, получается, у меня была бы задача, например, заставить человека непрерывно думать, ну, например, про Мерлин Монро, каковы эксперименты тоже были проведены в свое время. Что-то бы не думать. Это очень интересные эксперименты, на самом деле. То я могла бы, стимулируя определенную нейронную группу, все время человеку как бы подсовывать, навязывать мысли о Мерлин Монро. Я почему вспомнила, потому что были такие эксперименты, в которых испытуемых тоже у них были имплантированы электроды, их просили думать о двух персонажах, потому что конкретно про одного я сейчас хочу рассказать, у него было найдено два нейрона, ну, не в смысле на всю голову два нейрона, а в смысле, что выделено, да, на кончике микроэлектрода. Значит, один активировался при предъявлении Мерлин Монро, а другой при предъявлении Джоша Бролина. И дальше им сказали так, вот вам размытое изображение, как бы два вместе, а вы сейчас думаете про Мерлин Монро, а изображение на экране начинает меняться в том случае, если активируется с высокой частотой нейрон Мерлин Монро. И чем больше частота, тем в большей степени проявляется Мерлин Монро. И человек просто сидит, старательно представляет себе, воображает, думает, вспоминает, все слова ведь сюда подходят, про Мерлин Монро. И вот думать про Мерлин Монро у него очень хорошо получалось, а когда его просили думать про Джоша Бролина, то видно, как у него раз, и все равно Мерлин Монро, и все равно Мерлин Монро. Очень забавные были эксперименты такие сделаны. Значит, я хочу подчеркнуть, что наши нейроны связаны со всем, что мы из себя представляем, просто со всем. Все, что мы можем делать, все, что мы можем себе представить, это уже какие-то нейронные группы, которые существуют, и какие-то дополнения, которые мы приобретаем с дифференцировкой нашего опыта или с дифференциацией нашего опыта. И сегодня, что интересно, есть представление, что слово душа теперь это в большой степени слово память, потому что если мы как что-то развалилось, мы что-то не помним, то ведь и мы совсем другие, и мы действуем по-другому. Бездушные. Ну, может быть, и не бездушные, но другие. Но другие. Мне кажется, что это, в общем, довольно близко сегодня наше понимание памяти к тому, что раньше понималось под душой. Наконец, мы можем похожие вещи делать не только с помощью имплантации микроэлектродов, но и с помощью, например, функциональной магнитно-резонансной томографии или томографии. Сегодня тоже очень интересное изменение произошло с этими подходами, потому что раньше выделяли самые яркие участки, самые сильными изменениями, самые контрастированные по отношению к контрольному состоянию. То оказалось, что, вообще-то говоря, если мы не будем слабые активные участки выбрасывать, а посмотрим на то, что, как я уже сказала, пространственно-временной паттерн активности, только здесь он не клеточного уровня, а такие достаточно, ну, может быть, даже в некотором смысле и крупноватые кусочки мозга, это то, что называется вокселями, трехмерный пиксель. Такой воксельный паттерн. То можно было бы сказать, анализируя активность мозга у человека в какой-то момент, что вот сейчас ему домик показали, а вот сейчас ему кошечку показали, а вот ботинок, например. И вот если мы какую-то часть мозга возьмем, то она одинаково активируется и на домик, и на кошечку. А тем не менее, суммарный паттерн активности в мозге будет разный, потому что память наша и представление наше, и опыт наш с домиками, кошечками и ботинками будет разный. Я разглядываю кеды и ботинки, и там разница все-таки есть небольшая. Да, безусловно. И даже, наверное, может быть, ну тут вопрос в том, что такое разница, когда она существенна, когда она нет. Но вот в данном случае... То есть предполагается, что есть разница. Да, если я, я думаю так, это очень простой вопрос. Если я вижу разницу между кедом и ботинком, то, наверное, в моем опыте эта разница присутствует. Они брали группу, ну там, из какого-то количества испытуемых, выясняли, как выглядит активность их мозга вот в этом воксельном паттерне для этих трех каких-то, значит, предметов, ну или объектов, и потом показывали что-то, что не предъявляли с очень высокой вероятностью. Можно было сказать, что это категория как бы вот близкая. То есть категорию все-таки распознать что-то в этом духе. Вот, это очень важный момент, интересный. Очень интересный, да. И здесь, наверное, важно сказать, что могут быть два случая, когда мы не сможем, найдя, как это выглядит в одном мозге, перенести это на то, как это выглядит в другом мозге. Потому что он ложится на индивидуальный. Абсолютно, да. Это индивидуальный опыт очень серьезный. Индивидуальные представления о том, что такое кеды. Абсолютно точно. Если мы возьмем кого-нибудь там из условного племени Мумба-Юмба, который никогда в жизни не видел, то, конечно, там, например, вот это изображение, это будет совершенно иной опыт, не тот, который у нас как бы в голове возникает. Но подбор вот таких индивидуальных как бы карт активности про индивидуальный опыт позволяет даже были такие работы, заглядывать в сновидения и догадываться, хотя бы какое содержание там может быть. Это, конечно, не чтение мыслей, не чтение снов, но вот как бы грубо сказать, что это скорее про кошечек, а не про предметы мебели. То есть мы сегодня как бы на таком уровне видим активность нашего мозга. Вот можно было бы сказать, что это же все тоже про память. Это все тоже про память. И наша память не живет в каком-то отдельном месте. Хотя тут, конечно, было бы очень интересно на мой взгляд поговорить о том, а почему мы все-таки видим очень интересные нарушения в тех случаях, когда разрушен гиппокамп. Ведь это то, с чего началась вся эта история с тем же Генри Моллесоном, очень известным пациентом и ИЧем, которому был удален билатеральный гиппокамп с двух сторон. И оказалось, что он не может сохранять теперь свою память. То есть он разговор поддерживать может, а стоит разговору прерваться, у него эта информация уходит и не хранится. Но это я чуть позже еще к этому вернусь. Значит, вот если мы начнем как бы разговор с того, а как вообще формируется что-то новое у нас в голове, как мы приобретаем эту память, то тут, мне кажется, очень важно представить две линии феноменов. Это то, что травмы могут приводить к тому, что кратковременная память не сохранилась, там люди попали в аварию и не могут вспомнить, что было там пару часов до аварии. Огромная существует разница в разных случаях, потому что, конечно, человек может очень по-разному удариться головой, и, конечно, это повреждения, которые могут быть очень серьезными. А второе, это судороги. Тоже было как бы неоднократно замечено, что люди, которые подвержены судорожным припадкам, не всякая эпилепсия, там много тоже видов, но у них тоже наблюдается вот развитие амнезии, они не помнят, что было до того, как они потеряли сознание. И вот мне кажется, было бы удачно представить и ту, и другую ситуацию в виде вот таких вот как бы кубиков вынутых как бы из мозга, потому что вот память это вот такая распределенная группа. Здесь я вслед за тем, что сегодня модно рисовать в научных публикациях, тоже рисую кружочки. Часть из них очень высокоактивна, с высокой частотой генерирует импульсы или потенциалы действия, и мы видим, что это какой-то рисунок активности. Вот, наверное, самое простое это сказать рисунок активности. Если мы не дадим нейронам активироваться, это можно сделать разными способами, можно нарушить кровоток, можно подвести какие-то фармакологические средства, которые, например, блокируют открытие натриевых каналов и не генерируются потенциалы действия нейронами. Либо с другой стороны мы можем подводить электрический ток и стирать память как бы прямо противоположным образом. Здесь у нас мы не дали им активироваться, а здесь все активируются. Все активируются. Получается, это как бы вот вы знаете, что в комнате произошло мокрое преступление, и там есть мокрые следы. Вы можете прийти и по следам понять, что здесь было. Если они высохнут, то вы уже не сможете воспроизвести эту информацию. Но если и целиком залить весь пол, то тоже получается все потерялось. И сегодня память мы как раз именно вот таким образом и видим. Она должна активироваться в виде какой-то нейронной группы. Точнее, я не очень удачно, на мой взгляд, сейчас сказала. Память представляет из себя на самых начальных этапах, то, что мы называем кратковременной памятью, это активация определенной нейронной группы, которая связана с этим, с каким-то содержанием. Вот я спустя какое-то время могу воспроизвести вот эту ситуацию, что я сижу здесь, я разговариваю о мозге, о нейронах, о памяти. И это случится потому, что сейчас у меня есть какие-то активные группы, и я смогу вернуться ровно к этой же активности чуть позже, когда я начну об этом вспоминать. У людей при эпилепсии создаются ситуации, когда как бы сначала все нейроны активируются довольно быстро, они прекращают свою активность, либо можно подводить электрический ток, что тоже приводит к тому, что мы эту память у животных можем стирать. Наконец, очень важно, мне кажется, сказать о том, что вот это изменение нейронной активности, которое мы видим на первом этапе, это на самом деле формирование того, что называется нейронными специализациями. Вот как нейрон Дженнифер Эйнист, который оказался нейроном сериала друзья, или там нейрон Мерлин Монро, или вот как было сделано на овцах, это у нее формируются нейроны ягненка в момент, когда она общается со своим вновь родившимся ягненком. Это сделано, естественно, британскими учеными, и здесь они сначала регистрировали у овцы нейроны, когда ей предъявляют разные запахи, и обнаружили, что большая часть нейронов, почти 80%, это запахи еды, это как бы мир внутренней овцы, у нее такая нейронная группа есть. Не было ни одного обнаруженного нейрона, который связан с запахом ягненка, но если теперь посмотреть на черные столбики, это уже после того, как она родила ягненка, вылизала его, сейчас она находится в ситуации эксперимента, и наверняка беспокоится о своем ягненке, но это уже мое как бы дополнение, предположение, и сейчас мы видим, что запах ягнят, это огромное количество нейронов, при этом большая часть вот этих нейронов, вообще ягненка любого, это большая часть связана с запахом собственного ягнена, то есть овца приобрела эту память, теперь мы знаем, что у нее есть такая нейронная группа, собственный ягненок, и это позволяет ей отличать этого ягненка от других ягнят, и прочее, и прочее. Здесь, кстати, интересный вопрос, кажется, что как будто бы нейроны еды переформатировались и стали теперь нейронами ягненка, то есть как бы так может быть и происходит. Может быть совпадение. Но здесь это не хроническая регистрация, мы такого, конечно, сказать не можем, и вероятнее всего она не забыла, как есть. Ну просто до рождения ягненка еда была для нее важнее всего. Да, да, появился ягненок и занял место еды. Это вот внутреннее ее сейчас содержание. Психологическое, с точки зрения психологии, ягненки. Очень все понятно. Совершенно понятно, да. Я не хочу сказать, что она осознанно прям перебирает свои воспоминания о ягненке. Тут вопрос с сознанием, это вопрос очень интересный и очень отдельный. Но, безусловно, это активация нейронных групп, которые связаны с ее памятью об этом ягненке. И в качестве вот как бы ресурса, который, видимо, нам должен требоваться для того, чтобы запоминать что-то новое, была такая гипотеза, некоторое время назад выдвинута, которая получила название взрослого нейрогенеза. Здесь, на самом деле, может быть несколько вариантов, но если новое записывается, то хотелось бы понять, как. Если мы старое не теряем, новую память мы вроде бы приобретаем, то куда, куда это все записывается? И вот, на мой взгляд, две такие были предложены, два ресурса, это молчащие нейроны, то есть те, которые еще никакую работу на себя не взяли, они как бы ждут своего часа, они в эмбриогенезе приползли и вот теперь сидят, ждут, когда наступит их черед как-то. И второй вариант, что все время новые клетки у нас образуются в мозге. Вот здесь показано как раз два таких места. Это субвентрикулярная зона боковых желудочков, откуда они идут в бонятельные луковицы, и зубчатая фасция гиппокампа. Тут надо сказать, что научное сообщество расколото, я бы так сказала. Драматически. Драматическим образом, потому что, пожалуй, то, что новые нейроны образуются в том числе и в мозге человека каждый день, согласны все, но категорически нет согласия в том, насколько это обширный процесс. Если у нас 86 миллиардов нейронов, при этом в зубчатой фасции гиппокампа образуются, ну, допустим, по некоторым оценкам, там полторы тысячи, то это ведь не очень существенно. Тем более, что если, как показано, правда, уже в экспериментах на животных, если нечего записать, так они как бы и не остаются. И насколько это вообще важный процесс для памяти. И, конечно, эксперименты на человеке в данном случае весьма затруднены. Вот так мягко выражаясь. А с животными показано, что если мы убьем все новые нейроны, недавно родившиеся, вот нейрону, чтобы войти в какую-то память, стать основой, ему нужно где-то дорасти, вот, по крайней мере, до месяца полутора. И тогда он, очевидно, начинает как бы входить в какие-то нейронные группы. Если мы убьем такие нейроны, то окажется, что животные не демонстрируют наличие памяти, если мы чему-то их научили. У них и процессы обучения меняются. И это очень интересная, на мой взгляд, концепция. Я думаю, что постепенно наличие каких-то дополнительных исследований, в том числе с человеком, как-то окончательную точку, может быть, и поставят. Все-таки нужно, на новые нейроны человек пишет, новую память, или все-таки еще на что-то. Или старые можно. Или старые комбинировать. Да, засунуть еще, потеснить. Но тут вопрос, ведь, опять же, очень интересный. А что такое новое? Вот насколько мы можем научиться чему-то новому? Совершенно очевидно, что никакой человек не может взять огромный учебник и прям за час выучить его целиком. Хотя существует фотографическая память, многократно пытались понять, в чем особенности, но тут как бы тоже пока нечем нам похвастаться. Но в целом человек к этому не способен. Если он будет учиться весь семестр поднемножку, то вот это получится. Мы фактически используем те группы, которые у нас уже есть. Но и задействуя то, что уже подготовлено. И чуть-чуть дополняем. И вот так мы и приобретаем нашу какую-то следующие кусочки памяти, следующую память. Если нам не на что записать, так мы не запомним ничего. Если у нас там буквально полтора-два нейрона, не с чем связать, так мы и запомним, что там слайды были на желтом фоне, например. Тоже, в общем, немало. А если много каких-то знаний относительно работы мозга, нейронов, вот я много слов каких-то упоминаю, зубчатая фасция, гиппокампа, еще что-то, то тогда, конечно, и все можно зацепить, и побольше уже тогда, получается, останется в нашей памяти. Так что я, в принципе, придерживаюсь той точки зрения, что не так уж много новизны мы способны в какой-то момент времени приобрести, поэтому меня вот эта концепция вот таких новых нейронов очень устраивает. Но тут есть еще, наверное, одно небольшое дополнение, тоже только на животных, правда, было показано, что если они специально метили нейроны, которые в эмбриогенезе начинают формировать мозг, они показали, что некоторые нейроны не доделываются до нейронов. Они назвали это арестованным развитием. Ну, не доделались, и все. А потом неожиданно, в какой-то момент уже взрослого состояния, вдруг начинают доделываться, становятся такие нормальные нейроны. То есть полуфабрикаты такие. Да, и тогда это получается некое свидетельство в пользу вот этой гипотезы, например, молчащих нейронов или нейронов резерва. Так что такие вот сегодня у нас представления. Но это на сегодняшний день. Мы все время должны помнить, что это на сегодняшний день. Потому что все очень здорово меняется. Все очень здорово меняется. Тут, наверное, еще нужно немножко сказать про то, что отдельный огромный спор по поводу обнаружения новых нейронов, здесь зелененькие новые, в коре. Потому что как бы про гиппокамп уже все вроде согласились, да, там рождаются новые нейроны, но в коре-то мы не видим. И нет никакой тропы в кору, которая наблюдается в эмбриогенезе, как из субвентрикулярной зоны, потихонечку нейроны туда приходят и формируют. А мы как бы этого не видим. Получается, если кто-то и обнаруживает там тоже молодые нейроны, то сразу очень много вопросов методических относится к тому, как это сделано. Вот, так что здесь тоже очень много, мне кажется, может в какое-то ближайшее время быть открытий. И самое, наверное, интересное свойство этих молодых нейронов, в частности, вот здесь вот речь идет о зубчатой фасции гиппокампа, это то, что они очень возбудимы. Они как дети. Вот от детей всегда очень много шума. Вот мне кажется, что с нейронами абсолютно то же самое. Эта возбудимость, с одной стороны, получается хороша, потому что они и входят в эти новые группы. Это же не то, что кто-то им сказал, ой, ты там ничем не занят, давай будешь нейроном Дженнифер Энистон. Никто же не отбирает наши нейроны для того, чтобы они стали той или иной памятью. Получается, что просто за счет того, что они активируются, это вот у меня студенты нарисовали такой нейронный ансамбль, и мне кажется, метафора ансамбля здесь помогает понять вот эту вот концепцию того, что такое новые нейроны. Вот есть джаз-банд, он играет какие-то привычные нам мелодии, хотя все время немножко импровизирует, но приходит молодежь, вступает со своими какими-то аранжировками не в силу того, что она хочет изменить эту мелодию, а просто, потому что она была, она просто возбудима. Она такая. Вот, и получаются какие-то уже новые варианты. И здесь невозможно не вспомнить, мне кажется, вот такую интересную концепцию, которая была выдвинута группой Фрэнкланда, где, ну, они не сами эту картинку нарисовали, это скорее обзор по их работе, как бы нужно запомнить вот такую последовательность. И вот у нас есть обучение, и потом хранение этой памяти. И вот если у нас мало новых нейронов, то мы очень плохо, получается, ну, мы это, я имею в виду, мы и это. Мы организмы, да, мы организмы. Вот, мало то, мы, соответственно, запоминаем только, тут чуть-чуть наслоилось, ABC, да, из всей последовательности. Если много новых нейронов, у нас возможности для запоминания больше. Мы можем как бы всё это запомнить. Ну, это логично. Логично. Но с другой-то стороны, получается, каждая новая мелодия, это потеря предыдущей мелодии в том виде, в котором она существовала. То есть новые нейроны, с одной стороны, способствуют запоминанию, а с другой стороны, не способствуют хранению. Сохранению, да. Потому что и мозг всё время, вот он как этот джаз-бант, он всё время какие-то ищет новые прочтения старых мелодий. И вот эти новые нейроны в этом смысле как бы ему помогают. Поэтому, предположительно, нужен какой-то баланс, чтобы мы не так далеко уходили. Чтобы не потерять важное. Не потерять важное, да. И здесь я хочу ещё про очень важную вещь сказать, которая, как мне кажется, тоже подчёркивает некоторые изменения, которые у нас сегодня в нейронауках наблюдаются. Я очень часто слышу от студентов, которые приходят на мои лекции, что память — это связи. И я не вижу сегодня оснований для такого утверждения. Связи — это очень медленно. Несколько часов, ну, в крайнем случае, несколько минут требуется для того, чтобы появилось новое место контакта в шипик там на дендрите, например. Мы же живём гораздо быстрее. Мы можем моментально, нам показали, мы через секунду можем закрыть глаза и повторить, что там было. За это время никакой шипик не успеет, никакие белки не встроятся в мембрану. Это активность. Это активность, которая у нас всё время в виде вот этих импульсных разрядов в отдельных нейронах. И они создают эти мелодии. Это и есть наша память. Но для того, чтобы какие-то мелодии зафиксировались, мы же очень много теряем деталей непрерывно. И вот эта фиксация — это действительно связи. Действительно, если создана какая-то структура, именно такая вот в контактах между нейронами, то разумно, как мне кажется, предположить, что теперь активация такой нейронной группы будет с большей вероятностью, чем если таких структурных изменений не произошло. Но всё-таки сегодня память — это не связи. Это мы живём в активности наших нейронов. Мне кажется, это очень важно. Тоже сегодняшнее такое вот изменение. Ну и, наконец, что ещё здесь важно сказать, это то, что мы непрерывно реактивируем те нейронные группы, которые у нас складываются. В том числе реактивируем их во сне. В том числе реактивируем их без сна. У нас утром случилось какое-то событие. Мы хотим, не хотим. Целый день оно вдруг неожиданно раз и прыгает к нам в голову. Да, и всплывает. И связано это с тем, предположительно, это, конечно, требует экспериментальных и дополнительных каких-то исследований ещё, связано это с тем, что однажды, активировавшись с высокой частотой, нейроны остаются вот в этом приподнятом, помните, розовато-оранжеватом состоянии. И вероятность активации, да, полуготовность. Полуготовность, да. Готов к чему-то пионер, я уже не помню, к чему он должен был быть готов. Труду оборудовать и мы ещё. Да. И вот это приблизительно такая же вещь. И мы всё время их реактивируем. Вспомнили, вывели их в это активное красное состояние, потенциально это возможность изменить эту нейронную группу. Мы её активировали на каком-то другом фоне, мы её активировали в какой-то другой обстановке, мы её активировали во сне, вместе с реактивациями каких-то других кусков опыта, что с нами случилось в этот день и так далее. И всё это, конечно, создаёт для нас ситуацию, при которой мы не можем вообще сказать о какой-то стабильной памяти, которую как книжку мы на полку положили. Вот она там полежала, теперь она нам понадобилась, мы её взяли. Вот у нас огромное число видов памяти, ну вот память про мозг, про езду верхом, про то, где я живу, про то, как меня зовут. Много-много-много вот этих вот кусочков, и каждый из этих кусочков живёт, получается, своей жизнью, то в очень активном состоянии, я как бы это припоминаю, то в менее активном состоянии. И вот это у нас идёт непрерывно. И всё это возможность... Такое ощущение, что независимо... То есть как бы не по твоей воле, что я хочу сказать. Про волю это тоже отдельный очень интересный разговор. Нет, ну иногда ты об этом не думаешь, и неинтересно тебе это, но оно чертовски всплывает. Да, но, понимаете, тут дело в том, что, мне кажется, это можно представить в виде огромного айсберга, и вот эта крошечка, которая там наверху, это то, что мы осознаём. Но всё остальное, это тоже наш опыт. Оно есть. Это наш опыт, и я его собирала всю свою жизнь. Эти нейронные группы, которые лежат в основе этого опыта или этой памяти, они могут быть не в самом активном состоянии. Я не могу, может быть, осознанно что-то вспомнить, но, тем не менее, он определяет, как я себя веду в каких-то ситуациях. И это тоже я. Это тоже как бы вопрос в том, что называть там волей или как-то. Так что вот скорее это непрерывно активные вещи. Память – это то, что определяет личность, в общем-то. Безусловно. Условная память – это условная личность. Да, я думаю, что так. Это уникальные вещи такие. Я думаю, что так. И вот здесь ещё, учитывая вот эти непрерывные изменения, которые могут происходить с нашей памятью, получается, что детали, которые мы помним в момент эпизода какого-то, они уходят. Вот у нас вообще декларативная или эксплицитная память делится на эпизодическую память и семантическую. То есть эпизод и смысл. И мы живём эпизодами. Вот мы сейчас переживаем какой-то эпизод, мы можем детали этого эпизода вводить и выводить из сознания. Мы сможем это воспроизвести чуть хуже, но сможем, например, через несколько часов, ещё хуже через несколько дней. Мы совсем не сможем это воспроизводить спустя какой-то длительный период времени, но смыслы у нас останутся. И вот этот переход от эпизодов в смыслы получается, с одной стороны, это как бы плохая память, а с другой стороны, как бы она и должна быть такой, потому что мы никогда не можем войти в одну и ту же реку. Сколько там дважды, да? Ситуация всегда другая. И модели, которые мы храним, они должны быть более универсальными, иначе бы мы не могли их использовать. Поэтому тут с некоторого момента получается, что это хорошо, что у нас плохая память, что мы теряем детали. И это позволяет нам быть более адаптивными, и это, наверное, очень хорошо, я думаю. Поэтому я назвала свой рассказ «Хорошая, плохая память». Я хотела, если мы уже закончили со слайдами, как раз хотела спросить. В самом начале я так провокационно, на самом деле, я сказала, что память надо улучшать, если это жизненно важно, так я сказала. Потому что, ну, какое имеет значение, какая вывеска вчера мне попалась на глаза, и я ее забыла. Что такое все-таки хорошая, плохая память? Что важно? Действительно, вот, есть ли жизненно важные вещи? Когда утрата памяти, мы знаем, что она бывает сопряжена с какими-то, ну, злокачественными процессами в мозге, например. Человек забывает слова, это не просто самозабывчивость, а потом выясняется, что у него тот или иной онкологический процесс. Это понятно. А вот в вашем названии «хорошая, плохая память» то есть что нужно улучшать, не нужно улучшать? Ну, я скорее имела в виду, что это хорошо, что наша память несовершенна. Несовершенна. Но, конечно, ситуация, о которых вы только что сказали, это ситуация абсолютно иная. Это другое. Если гибнут нейроны, если они не могут нормально работать, что тоже приводит к их гибели, как, например, там при каких-то... Этой электростимуляции не исправить уже. Нет нейронов, нет памяти. Ничего не исправишь уже. Это точно. Это точно. А вот если мы говорим лучше о механизмах улучшения памяти, там, вот сон, известно, да, что человек, который хорошо спит, высыпается, он лучше запоминает то, что он даже если не то, не просто учил, там, прочитал, да, сон грядущий. И понятно, что плохой сон, он вообще на когнитивных способностях сказывается. И это понятно. Здесь есть что предпринять, что сделать. А вот электростимуляция, например, в каких случаях? Для чего? Вот если мы будем иметь в виду, что... Если мы не говорим об исследовании очагов эпилептических, а просто вот... Да-да-да. Тут очень важно, как мне кажется, представить себе опять, что такое память, это жизнь нейронной группы, она должна активироваться. Такие эксперименты были, которые показали, что когда мы у животных видим слабенькую память, у них мало нейронов активируется. А вот если мы там с помощью оптогенетических каких-то современных методов побольше, ну, почти всю сеть, да, или там большую часть этой сети заактивируем, то окажется, что мышка все прекрасно помнит. И вот здесь, если возвращаться к вот этой вот стимуляции, получается, она и приводит ведь к тому, что нейроны начинают генерировать потенциалы действий. Они становятся вот этими красными, они становятся возбужденными. Вызвать таким образом специфический паттерн, да, как вот этот, вот этот, вот этот, это Дженни Феррани, нельзя. Но мы как будто бы выводим нейроны в состояние повышенной возбудимости и потенциально это основание... Есть шанс что-то вспомнить. Есть шанс что-то, да. Нет, ну, потом бывают амнезии после тех же травм, ну, несмертельно у человека, он сохранен, у него там все нейроны на месте, ну, что-то, ну, вот, наверное, для таких случаев, да, когда нейроны еще остались. Вспомнить свое имя. А вот известно, да, эти вот случаи многократно описаны, когда человек вдруг начинал говорить, после того, когда ему восстановили память, он начинал говорить на языке, которого он как бы не знал, но в каком-то далеком детстве что-то там вот слышал, выяснял. Ну, какие-то такие описывались. Ну, такие истории музыка, литературные. Это литературные. Вот. А так-то, да, получается, если нейроны у нас остались, но просто что-то сбило их с этих мелодий, это же непрерывно. То вот эти механизмы, эти современные исследования, вот, может быть, для таких случаев. Ну, а теперь обещанный по скриптам, и он будет совершенно про другое. Я хотела спросить вот о чем. С недавних пор существует большой биологический лекторий. И недавно я смотрела программу, дискуссию, которую вы ввели, она была посвящена искусственному интеллекту. И там, в частности, вы поставили вопрос, нужны ли биологи для того, чтобы заниматься разработками в области искусственного интеллекта. Меня это очень заинтересовало, потому что я могу представить, как искусственный интеллект помогает биологам сейчас. И не только биологам, и медикам. Да, это понятно. Большие данные, глубокое обучение, обучение, мы здесь об этом говорили и недавно говорили в одной из программ. А что может дать биология тем, кто разрабатывает искусственный интеллект? Что они могут получить? Мне кажется, это ужасно интересный вопрос. Он меня очень давно занимает. Вот, он меня очень, очень интересно. И возник он, конечно, у меня не просто так и не случайно. Возник он когда-то очень давно в разговоре с Мишей Бурцевым. Мы обсуждали, как они разрабатывают разные программы и насколько важно для них вообще, как настоящий мозг работает. Настоящий интеллект. Нейрофил, нейробиолог Михаил. Да, и оказалось, что Михаил так сказал, для ближайших задач, вот нам, например, нужно сделать, чтобы распознавалась речь или распознавались все котики, а не собачки, или еще что-нибудь. Для этого нам не нужны биологи. Но для удаленных во времени задач, может быть, тех задач, которые еще не стоят, знание принципов работы живого может способствовать... Потому что организм – это набор систем, в общем-то, которые коммуницируют между собой сигналами. Безусловно. И мне кажется, что биологи нужны людям, которые занимаются этими разработками, потому что я обнаруживаю, что их представление о живом, на мой взгляд, не соответствует истине. Я преподаю не только биологам, психологам, но и физикам. И у меня сложилось впечатление, что все физики, математики, я как бы такую группу делаю общую, они воспринимают живое как неживое. То есть для них есть вход, выход, что-то там внутри происходит, но в целом принципиального чуда вот этого живого они не чувствуют. Это такое механистическое представление. Да, абсолютно точно. И мне кажется, наличие в командах людей, которые совершенно иначе видят эти модели, у них другой совершенно какой-то опыт, индивидуальные знания, мне кажется, может привести к тому, что будет создано что-то удивительное и нестандартное. Спасибо большое, Оля, за то, что уделили нам такое большое время, интересное и содержательное. Спасибо. Большое спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.